Доброе утро! Вы смотрите выпуск новостей в студии Егор Матаев. Как всегда, начнем с главных тем. Три новых спортивных объекта откроют в Алтайском крае в этом году. Где будут расположены комплексы? По прогнозам специалистов, велик риск сегодня пострадать от магнитных бурь. Что делать, чтобы снизить негативное влияние? Питомцы барнаульского зоопарка готовятся к весне. Павлин-сахарок уже обновил свой внешний вид. Сегодня движение на участке Чуйского тракта будет перекрыто из-за военных колонн. Об этом сообщают в региональной госавтоинспекции. Так, с 13.20 до 14.00 трасса будет закрыта со 186-го километра от садоводства «Горизонт-До» зато «Сибирский». Госавтоинспекции попросили автомобилистов заранее выбирать маршрут и с пониманием отнестись к обстановке на дороге. И продолжаем выпуск. Три новых спортивных объекта откроют в Алтайском крае в этом году. Это ледовая арена в Бийске и два физкультурно-оздоровительных комплекса в Парнауле. Об этом на онлайн-пресс-конференции рассказал министр спорта региона Максим Рябцев. Спортивные центры строят по нацпроекту «Демография». На их создание с федерального бюджета направили 684 миллиона рублей. Завершить работы планировали в конце 2022 года. Однако из-за подорожания материалов сроки сдвинули. В физкультурно-оздоровительном комплексе на Юлино необходимо закончить монтаж электрики, отопления, пожарной сигнализации, канализации, выполнить внутреннюю и внешнюю отделку, а также закупить оборудование. На объекте по улице Сиреневой предстоят фасадные работы, монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка. Крытый каток в Бийске почти готов. Строителям осталось провести монтаж трибун, бортов площадки, ледового оборудования и сделать внутреннюю отделку. Ввести в эксплуатацию каток планируют 30 июня этого года. Очень высокая степень готовности у ледового арены в городе Бийске. Также наши фоки. Готовность приблизительно от 70 до 90 процентов у каждого объекта. Работы ведутся. Мы ежедневно на связи и еженедельно собираемся, очно все поднимаем эти вопросы и решаем по мере поступления всех проблем. Добавлю, всего на развитие детско-юношевского спорта в Алтайском крае в этом году направили 507 миллионов рублей. Еще 20 миллионов выделили по решению губернатора Виктора Томенко. 4 марта в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки выходного дня. Алтайские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности представят мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, а также кондитерские изделия, овощи и другие товары. Предусмотрено 6 торговых площадок. Уточнить места проведения ярмарок можно по телефону 370464. Средний вес обычной детской куклы 500 граммов. А специально для новой постановки театра «Кукол-сказка» изготовили 6-килограммовые. И это лишь малая часть необычного реквизита актеров. Это Док, исполнитель роли ученого в спектакле «Цветы для Алжернона», который сейчас готовят в Театре кукол «Сказка» по одноименному научно-фантастическому роману Дэниела Киза. Чтобы облегчить работу артистам, художник-конструктор сделал руки и ноги куклы из пеноплекса. Но все равно при росте метр двадцать вес куклы достигает 6 килограммов. Всего для спектакля в цехах театра изготовили 12 кукол разных размеров. Самые маленькие – 27 сантиметров. От самого начала рассказа главный герой – это детство, то есть куклы маленькие. И уже, когда он становится старше, то есть главный герой – Чарли, это уже будет большая кукла. И будет большой-большой календарь, декорация, в которой как раз-таки будут маленькие куклы появляться, работают перед зрителем. Планшетные куклы позволяют артистам имитировать человеческие движения. Конечности сгибаются, голова вращается. Ну это, естественно, будут, скорее всего, два актера, потому что один тут совершенно не справится. Один держит туловище, а второй уже управляет руками, ногами. А может даже и три. Артисты будут работать на сцене в масках. Чтобы снять вот такой слепок, им пришлось просидеть около 10 минут с прогипсованным бинтом на лице. Но они выдержали эту процедуру стойко. В спектакле много реквизита. Главный герой работает в пекарне, поэтому перед бутафорами стояла задача сделать множество хлебобулочных изделий. Багеты, пироги, калачи и булочки. А также другие продукты, посуду, мебель и канцелярские принадлежности. Кукол еще предстоит доработать. Им сошьют костюмы и распишут лица. Премьера запланирована на апрель этого года. Юлия Шеламова, Анатолий Фукс, Роман Хайрулин. Новости. И об истории региона. 28 февраля, ровно 69 лет назад, на территорию Алтайского края приехали первые целинники. Они осваивали земли, увеличивали посевы. В селе Урожайном советского района живет 95-летняя целинница. Наша съемочная группа пообщалась с долгожительницей. И она рассказала, как непросто было в то время. Тему продолжит Алина Пенигина. Земля первоцелинная. Наш алтайский край по праву считается аграрным. Уже в 1954 году в регионе освоили больше 2 миллионов гектаров новых пахотных площадей. Из которых больше миллиона были засеяны яровой пшеницей. Со временем возрастали посевы кормовых культур. Прибывали сельхозтехника и специалисты. Появлялись села. Так, например, в 1955 году возникло село Урожайное советского района. В марте 1955 года сюда приехал 81 человек из города Великие Луки. И позднее 150 человек из города Москвы. В основном это были люди из завода имени Лихачёва. Среди первых осваивать целину приехала Валентина Зимакова. Она отправилась за мужем. Родилась женщина в тогда еще существовавшем РСФСР Великолукской области. Работали везде, на полях. Я работала на кухне и развозила обеды. Ну, а потом переселяли нас по везде, к Светлому озеру, где лебеди живут. Мы там в палатках жили. А уже осенью домики настроили, эти счетовые. Нас поселили туда по 4 семьи. Работала Валентина Владимировна и в садах, и в огороде. Полтора года возила 200-литровую бочку с водой на повозке в столовую, в больницу, в детский сад. Успела целинница и поработать санитаркой в больнице. Целых 27 лет. После выхода на пенсию занялась рукоделием. Сейчас бабушке 95. Я с детства этим занимаюсь. Крючком и всякое. И пряду, и вяжу. Поэтому теперь я и сижу делать. Что мне? Ничего не могу делать. Вот и сижу с утра. И до 12 сижу. Телевизор включу. А сама вот. Колупаюсь. За день Валентина Зимакова может связать несколько кружочков. Заготовок для будущего пледа или половичка. Одна петелька. Тут не петельки, а столбики с накидом. Связанное Валентина Владимировна дарит детям и внукам. Да и дома у рукодельницы в шкафу еще целый магазин из пледов, подушек, салфеток. У меня такое желание, душа горит. Мне надо все сделать. Такую красоту мне. Душа моя лежит к этой красоте. Возраст для вязания Валентине Зимаковой не помеха. Она привыкла трудиться с детства. Среди наград у целинницы медаль «Ветеран труда». Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости. И поговорим о весеннем обновлении. Обитатели Барнаульского зоопарка готовятся к весне. Один из самых ярких представителей фауны – павлин Сахарок – обновил перья в преддверии марта. Он с удовольствием демонстрирует новый наряд горожанам. В пресс-службе зоопарка напомнили, что павлин не невеста в свадебном платье, а прекрасный самец. Пользователи соцсетей делают комплименты. Называют птицу красавчиком и чудо природы. Магнитные бури ожидаются сегодня в Алтайском крае. По прогнозам специалистов, вероятность сильного магнитного шторма сегодня 25%. В дни повышенного уровня солнечной активности особо чувствительные к ней люди могут начать ощущать недомогание за несколько часов до пика показателей. Добавлю, серьезная магнитная буря ожидается 26 марта. По данным специалистов, показатель достигнет уровня G3 – это сильная магнитная буря. Чтобы обезопасить себя от влияния магнитных бурь, стоит отказаться от вредных привычек, добавить в рацион фрукты и овощи, а также пить травяные чаи. Ну а к этому часу у меня пока все. Продолжим ровно в 13.00 на Катунь24. Оставайтесь с нами.